Собственник флигеля дома на Успенской 43 твердо вознамерился испортить старый одесский дворик памятник архитектуры своим странным хостелом. За неделю с момента нашего последнего визита у избушки на курьих ножках, как ее называют местные, появились окна и двери. Точнее отверстия под них. Работники взяли темп, как ударники соцтруда. Жители соседних квартир страдают от дикого шума. Очень тяжело. У меня с их появлением давление не выходит совсем. Я не могу даже его полечить. И пью уже, что только не пью. И скорую помощь вызываем. И вот там две женщины, тоже вон два окна. Туда тоже все слышно очень. Там тоже женщина только с больницы вышла и говорит, Оля, что-то говорить сделай. Потому что невозможно. Окна закрыты у меня и все слышно. И невозможно. Женщина жалуется, что у правы на рабочих нет. Люди несколько раз вызывали полицию. Правоохранители останавливают работы. Но с утра мастера приходят снова. На нашу съемочную группу реагируют с нескрываемым раздражением. Не надо тут ничего снимать. Но мы знаем, что надо, что не надо, мы знаем. В городском управлении ГАСК уже оштрафовали собственника на 8,5 тысяч гривен. Не помогло. Теперь владелец избушки скрывается и сносить на холстрой, видимо, не собирается. В управлении планируют провести повторную проверку, после чего будут готовить иск в суд. На сегодняшний день наше предписание не выполнено. Нами сейчас производится проверка предписанной. Но в связи с тем, что согласно действующего законодательства проверка проводится только или представителем собственника, или когда представитель. То есть нам нужен или собственник, или его представитель. Если нет того или иного человека, мы не имеем права составлять акты, протоколы и предписания, которые обязательно к исполнению. Для того, чтобы нам проверить это предписание, нам необходим собственник. Он на сегодняшний день скрывается. Согласно постановлению Кабинета министра 553, мы написали письмо в полицию. Как только мы составим акт по проверке предписания, нами будет подан иск в суд о приведении первоначального состояния этого объекта. Напомню, что в июле прошлого года у флигеля дома, по сути подсобного помещения по документам квартиры, поменялся собственник. Позже он получил разрешение на его реконструкцию. Однако начал незаконно возводить еще два этажа. За развитием событий будут детально следить. Константин Гречан и Светлана Довжук, Владимир Ивжич, Юлия Польнова, телеканал Репортер.